Приготовились к съёмке. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В жизни бывает много всего, много разных событий и удивительных историй. В фильме «Осколки» они все собраны в 16 серий. Вторые «Осколки» такой же замес, такой же коктейль, который происходит вот на этой среднерусской возвышенности. Но страсти бушуют просто нечеловеческие. Просто нечеловеческие. Наше кино российское очень специфично. Оно всегда дёргает душу. Всегда. О чём бы ни был фильм. Но этот сезон прямо насыщен невероятно. В каждой сцене что-то происходит. Слушайте, ну это же, по-моему, бразильский расклад. Вот эта тема, когда близнецов перепутали, отправили по разным лодкам. Они там одна в одной деревне, другая в городе. И тут они пересекаются. Мне кажется, в жизни даже похуже было что-нибудь. Как-то, несмотря на такую, вроде бы, клюкву, вот если представить, если бы на самом деле, например, со мной такое бы случилось, вдруг оказывается, что ребёнок немой. То есть тут такая ситуация очень, скажем, непростая. Так, о чём «Осколки-2»? В этом сезоне все пытаются как-то разобраться в своих чувствах и эмоциях и, наконец-таки, остановиться. Потому что тут все пытаются сохранить, самое главное, семью, взаимоотношения, любовь. И вот, наверное, об этом. Это вообще про человеческие судьбы. И как мы живём, и как мы можем рушить, как бы собирать что-то, да, опять рушить, опять созидать. И только в конце пути мы понимаем, что мы натворили. Это история о богатых и бедных. Я играю богатую женщину. У неё всё есть, вот буквально всё. Нет самого главного, как вы понимаете, любви. Играя вторую часть вот в свою Анну, иногда думаю после смены, а я-то как себя веду в жизни? А я не такая гордая, как она? Это очень интересно сталкиваться с новым характером. Для моего героя сила и слабость, она, как говорится, в одном флаконе. Она в его добродетели. Олег, он спешит на помощь близким. Он берёт на себя ответственность полностью за всех тех, на кого он считает близкими. То есть он за семью, он за устои, он очень часто безрассуден просто потому, что он понимает, что по-другому нельзя и надо выручать. Он скорая помощь. Он не просчитывает, он не пытается продумывать какие-то ситуации. Он идёт по зову сердца. А идеал в том, чтобы жить сердцем. Я являюсь и лучшим другом главного героя, и представителем компании, владельцем которой является Олег. Характер народический, стойкий. Это я про себя сейчас говорю. Эльдар является сугубо положительным человеком. В данном случае как раз положительного героя играть очень приятно и с удовольствием. Вы бы хотели, видимо, ещё спросить, каково быть железным человеком в России. Мне весьма комфортно. Чаще всего я играю положительных героинь, жертв, таких девочек с глупыми глазками. Эта роль, конечно, она кардинально отличается от того, что я играла ранее. И мне безумно интересно было работать в этом проекте. Это девочка, которая в первом сезоне была такой положительной-положительной, доброй-доброй. Но после всего, что с ней произошло, перед нами совершенно другой человек. Это хамство, это такая агрессия, раздражительность. И в процессе этого второго сезона на все эти проблемы накладываются новые. Персонаж Максим одним словом не описать. Это достаточно такая большая фигура, пронизывающая всю историю этого прекрасного сценария. Лично по мне персонаж далеко не однозначный. Те его изменения, которые происходят в истории, даже меня порой ошеломляют. Мягко сказать. Я играю персонажа Александра. Это одна из перепутанных девочек, которая раньше жила в бедной семье, но узнала, что у нее богатые родители. И, конечно, свойственно она решила жить с богатыми, чем нежели с бедными. Конечно же, во втором сезоне мы уже видим Александру более повзрослевшую. Если в первом сезоне меня все ненавидели, во втором сезоне зрители тоже, наверное, меня будут ненавидеть. Но это не важно. Первый осколок, подожди, это вот волк, где по канату лезет, за зайцем. Но меня там нет, к сожалению, взяли во вторую часть только. Вот, понадобился герой, как бы вот такой, влюбленный, ищущий, нравственный такой герой, в общем, бизнесмен. Ну и вот я здесь. Мой персонаж, он теряет память. Вдруг, постепенно он понимает, что забывает что-то, забывает родных, близких, и чувствует, что осталось ему недолго, надо все равно спасать семью, спасать сына, пока еще не поздно. Заканчивается моя история довольно печально. Мой Виктор Петрович, что называется, дает дуба. Играю роль врача, психиатра, который пытается помочь главной героине, Варваре. Ну и все это очень непросто. В общем, кошмарики. Она непростая такая дама, с одной стороны. С другой стороны, дама сама себе на уме, но не лишенная эмоций, страстей, любви. И с ней интриги происходят, и мы обманываем зрителей, а то она такая коварная, а может быть, она и не коварная в ней. За ее коварцем строится какое-то желание любить, жить, чувствовать, а не лгать самой себе и что-то такое устраивать. По поводу своего персонажа могу однозначно сказать, что для меня она, конечно, не является идеалом. Может быть, в силу своей чувственности, в силу своей открытости, в силу того, что она иногда делает это необдуманно, она, ну, как сказать, поступает некрасиво. То есть у нас нет однозначных таких героев, этот хороший, этот плохой. Ну, в жизни так не бывает, мне кажется. Устин, ну, очень хороший, во-первых, лидер, руководитель всей компании. Здесь режиссер Владимир Владимирович меня убедил с первой же встречи, что работать надо, и разговор у нас был ошеломляюще интересным. Я рад, что встретился с профессионалом, чутким человеком. Вы знаете, Владимир Владимирович особая такая фигура уже в моей жизни, ибо вот этих чутких режиссеров, которые подходят к тебе и позволяют дышать в кадре, не так уж и много. Поэтому такие режиссеры запоминаются надолго. Слушайте, ну, этот человек вообще начал меня снимать, когда я была еще такой в божьем дуванчике. Сейчас я уже, у меня есть семья, у меня есть ребенок. Я хочу дальше с ним общаться и дальше продолжать наш путь, вообще творческий. Это очень круто, когда есть человек, которому ты доверяешь. Я его обожаю. Вот, совершенно честно, искренне, от души я им восхищаюсь. Человек очень острого ума, настоящий профессионал своего дела и порядочный очень человек. Ну, вы знаете, с Владимир Владимировичем Нахабцем мы уже ни первую, ни вторую картину снимаем вместе, мы знакомы, я его очень люблю. Он из тех режиссеров, который знает, что хочет. Режиссер, который как капитан корабля понимает, что ему нужно, кто из команды какую функцию выполняет на этом корабле и куда он должен привести в результате этот корабль. Большое заблуждение, когда считают, что режиссер снимает кино. Режиссер снимает кино, он реализует свои идеи, но реализовать их он может только с помощью людей, которые работают в съемочной группе. Нынешняя группа, которая снимает «Осколки-2», замечательная группа, очень хорошая. Мне с ними хорошо работаются, мне с ними легко, надеюсь, что им со мной тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Команда наша, это где-то в районе, наверное, 60 человек. Я непосредственно занимаюсь подготовкой объектов к съемке и организацией работы киногруппы во время съемки. Но в целом мне работать с Владимиром Владимировичем Нахапцевым очень нравится, потому что он довольно четкий, такой со своей позицией крепкий режиссер, и в моей работе мне это очень помогает. Команда самая прекрасная на свете, правда. Как это не банально звучит, в общем, как одна семья. Приходить сюда — это счастье и удовольствие. Мне повезло с командой, которая знает, что делает, и вдобавок повышаешь себе скилл таким образом. Если бы было чем оскорбить группу, обязательно бы воспользовался возможностью, и весь негатив выплеснул бы. Ну, искренне некому сказать. Все в содружестве, с чувством локтя, в поддержке и с юмором. Замечательная команда, замечательная команда. Замечательная команда. Прекрасный второй оператор, художник Мазина Настя. Очень окрашивает изображение сериала. Замечательный гаффер Саша Рябинин у меня здесь. Большой художник по свету. Такой медведь с большим сердцем. Ну, я работаю с разными режиссерами. Есть, например, творческая бескомпромиссность. И вот прям мы будем делать этот кадр, пока не умрем. Это будет 40 дублей. Нужен именно такой вот костюм. Уезжайте на другую сторону Питера, ищите нам этот костюм. И переработки, бывает, возникают на пустом месте. Володя приходит и говорит всегда, что направление такое. Нужно вот так. В идеале бы работалось бы так. При всем том, у меня, как у оператора, есть довольно большой люфт для творчества моего. Но я все равно постараюсь делать в этих условиях, насколько это возможно, качественной свою работу. В принципе, работа звукорежиссера на проекте – это всегда какое-то новое испытание. И, наверное, в этом какой-то есть основной драйв и удовольствие именно от того, что эта работа, она все время тебе преподносит какие-то новые обстоятельства. Мне нравится, что каждый раз в новой локации каждый актер – это личность, с которой всегда интересно. С режиссером довольно легко. Он дает возможность нам и дубли делать, если у нас что-то не получилось. С такой командой сложности почти не бывает. Пока справляемся. Повезу вас с командой. Отличная команда и работается хорошо. Минимум стресса. Моя работа заключается в том, чтобы помогать создавать образ актеру, который исполняет какую-то роль. В нашей профессии важны три параметра. Это скорость, качество и точность. Актер может или актриса выйти из ресторана, а садится в машину уже через три месяца. Но она должна быть абсолютно точно так же выглядеть. Все, кто на площадке находится, даже очень молодые ребята и девочки, отношение совершенно такое с полной отдачей и профессиональное. Вот это тоже очень приятно. А вот несколько дней подряд мы снимали свадьбу, банкет, гостей. И там было очень много народу, я не считала, но около ста человек точно. Приходится общаться со многими, да, и подстраиваться, и чтобы костюм не шуршал, чтобы было удобно звуку, чтобы не стробил, чтобы было удобно оператору. Мы помогаем костюмами раскрыть характер каждого персонажа. Сложно, но очень интересно. Очень важно, чтобы зритель, первое, не скучал, второе, сопереживал, и третье, если получится, размышлял. Мне кажется, что надо к этому стремиться. Бэкстейдж! Бэкстейдж! Что, друзья мои, съемки, сенала, остылки вторые закончены. Я вас поздравляю и благодарю. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.